Друзья, большое спасибо, что вы собрались. У нас действительно презентация в отсутствии героя, но мы у этого даже нашли дополнительную смысловую компоненту. По крайней мере, во всех материалах о Роберте говорят как об отшельнике, который живет в хижине в горах. В последнее время это не очень корректно, потому что он живет в Варшаве, но как раз он сказал, он закончит дела, связанные с документами в Варшаве и, скорее всего, вернется обратно в хижину. И, в общем, как тренированный отшельник, он, видимо, настолько сильно сопротивлялся желанию куда-то выбираться, что, в общем, высшие силы его услышали, сопротивление удалось. И поэтому у нас презентация с двумя Пуцаками, ни один из которых не говорит. Один из них расположен здесь, и другой расположен здесь. В общем, в компании молчаливых Робертов Пуцаков мы будем говорить о как раз его, скорее, творческом пути и постараемся немного рассказать о том, из чего собрана эта книга и из чего собраны те его две иные книги, которые пока не встретились с русским читателем. И какое-то время у нас будет режим, скорее, диалога замкнутого между нами с Ольгой, а потом мы откроем, как это сказать, откроем поле для разговоров с аудиторией. Вот, аудитория ужасно звучит разговоров с вами. Вот, в общем, если у вас будут какие-то вопросы, где-то через, я думаю, 30 минут будет классно просто перейти в режим живого диалога. Вот. Не знаю, насколько кто из вас, кто из вас в какой степени познакомился с фигурой Пуцака или же с его книгой. Я, когда впервые прочитал о нем, я подумал, что у него такая карьера для писателя, вполне соотносящаяся, не знаю, с какими-нибудь моими университетами Максима Горького или с романтической биографией Куприна, потому что он получал образование в области социологии, но никогда, в общем-то, социологией не занимался. Как пишут о нем, он некоторое время работал докером, что тоже в достаточной степени отдалено от привычного представления об интеллектуальном труде. И потом уже долгое время он занимался, он работал как переводчик с голландского на польский. Это, в частности, проявляется в книге, но к этому мы чуть позже обратимся. И действительно, в течение восьми лет он реализовывал, видимо, мечту Генри Тора и был самым настоящим Уолденом, который жил себе в хижине в горах. Но, как мы знаем, Тора не справился с тем, чтобы быть отшельником и регулярно шастал из своей хижины, чтобы пить пиво с друзьями. Пуцик, в отличие от Тора, был честным отшельником, который пиво с друзьями не ходил пить и много времени проводился... Он приглашал их к себе. Вот. И никуда не выбирался из хижины, в общем, все играл по своим правилам. Об этих правилах как раз и о том, как, в общем, пристальное внимание к себе человека, самостоятельно запершего себя в хижине, привело к появлению книжек. Вот об этом мы сейчас будем говорить. И, наверное, вначале мы хотели коснуться его как раз таких странных отношений с формированием этого интимного отрезанного пространства дома, который отзывается во многом в его книгах. На самом деле можно быть отшельником и в большом городе, да, и он об этом тоже говорит. То, что он сейчас живет в Варшаве, на самом деле, мне кажется, многое, немногое изменило в его образе жизни. Я буквально позавчера с ним виделась. И, кроме того, что можно быть одиноким в толпе, можно, конечно... Он говорит, что совершенно не нужно путешествовать, лететь куда-то на самолете или ехать на поезде для того, чтобы быть в пути. Самые интересные и ценные путешествия совершаются у нас внутри, в нашем сознании. Так что, ну да, мне кажется, то, как сложилась ситуация, это действительно отражение какого-то стиля этого человека. Ну, видимо, да. Что можно сказать? Это единственная книга на сегодняшний день, переведенная на русский язык. Она называется «Семнадцать животных». Есть еще две книги, которые он написал, и целое множество книг, которые он перевел. Первая его книга вышла в 2014 году. Она называется «Пауки пана Роберта», если переводить на русский. И она действительно посвящена паукам. Это совершенно необычный взгляд, совершенно необычная точка зрения, взгляд на мир. Это взгляд человека, который в одиночестве умеет сосредоточить, сфокусировать свое зрение на микромире, на мире насекомых. И в этой книге несколько глав, каждая из которых посвящена какому-либо виду пауков. И он описывает их особенности поведения, особенности их размножения, того, сколько они живут, как самки, какого рода паутину эти пауки плетут, как самки заботятся о своем потомстве. И это дает основания для размышлений иного рода, для размышлений о том, что такое материнство. Так что это такой микромир. И тоже к микромиру он обращается в третьей своей книге, которая могла бы в переводе звучать как «Сонник бабочек и мотыльков». И она уже посвящена сетчатокрылым. Но это взгляд остается тем же. Конечно, это не книжки по биологии. В этих книгах здесь у нас перед нами млекопитающие, но не только. Есть и вымышленные животные, такие как дракон, а есть и такие, которые, ну, как бы они не вымышленные, но недоступны для его наблюдения, такие как верблюд или крокодил. Но, как бы здесь, на самом деле в этой книге, которая называется «17 животных», животных намного больше. И здесь, да, два аспекта. Один биологический, он действительно, как бы очень скрупулезно подходит к описаниям некоторых процессов биологических. Например, в главе об улитке он на четырех страницах описывает, как происходит процесс спаривания улиток, которые являются гермафродитами. Это как бы необыкновенно, но это ему нужно не само по себе, а для того, чтобы идти дальше путем философских размышлений. А глава вообще посвящена одиночеству. Ну, насколько я понял, там вообще много пространства для такого читательского шока. Как раз в главе про улитки, про улитку, очень остро можно понять, что это никоим образом не учебник по биологии, потому что некоторое время он прямо заваливает читателя деталями о том, как конкретно, в какой момент времени улитки сплетаются усиками, как затем они сталкиваются друг с другом, какое количество времени они могут вместе провести. И такой очень сухой, описательный, экспериментальный язык выматывает тебя, как читателя, некоторое время, после чего он радикально просто меняет оптику и говорит о невозможности истинной любви. И вот тебя только что выкручивали какими-то очень сухими и такими учебническими формулировками для того, чтобы просто натолкнуть на по-своему парадоксальную мысль, которую ты внутри текста не ожидал встретить. Да, это что касается биологического аспекта. Второй аспект — философский. Они очень тесно между собой переплетены. Биология интересует автора не сама по себе, а лишь как повод для философских размышлений. И здесь можно с полной уверенностью сказать, что это интеллектуальное чтение. Это книга для интеллектуального чтения, потому что она насыщена цитатами от античных философов, от раннехристианских религиозных учений, гностиков, каких-то средневековых авторов, Святого Августина он приводит, до современных философов, семиологов, он цитирует Умберто Экка, то есть восточная поэзия сюда, какие-то китайские романы, японская поэзия. В общем, это просто мировое культурное наследие, перемешанное в одном котле, из которого рождаются неожиданные, очень интересные образы, метафоры. И, конечно, эти 17 животных, которых на самом деле не 17, это тоже загадка, которую он потом разрешает в заключении, это метафоры. Это метафоры каких-то антропологических явлений, проблем, которые существуют в мире людей, занимают людские сердца и умы уже много-много-много веков. Например, какие у нас здесь животные и совершенно неожиданными символами чего они выступают. Слон появляется как символ памяти. Бизон появляется в связи с проблемой судьбы и отношения человека к собственной судьбе. Жемчужина является символом страдания. Улитка, как уже было сказано, это одиночество. кит, как бы вы могли подумать, что может собой символизировать кит. Здесь как бы его размеры совершенно не играют роли. Это как бы воплощение любознательности и любопытства. Потому что это очень необычное животное. крокодил является символом похоти, вожделения, физического влечения. Размышляя о деньгах, Пуцик приводит метафору образ верблюда. Но это известный всем библейский образ, связанный со словами, что легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому попасть в рай. Есть глава, которая называется «Мотылек и свеча». Она посвящена вопросу духовного преображения. И потом из этой главы вырастает следующая книга «Сонник бабочек и мотыльков». В одной из глав он иронически очень относится к теории эволюции Дарвина и неодарвинистов, что в критике вызвало такие несколько моментов, неоднозначную реакцию, так скажем. Появляется дракон, животное вымышленное, мифическое. Глава о драконе или прощанием с города. Здесь появляется дракон, как мифический левиафан. И, в общем-то, в этой главе как раз видно, он раскрывается, рассказывает о том, почему он попрощался с городом, почему он уехал жить ближе к природе. Город представляется таким как бы зверем, в общем, в негативном свете. Очень интересна глава «Собачьей млайи», но ее невозможно даже, я бы сказала, пересказать. Она настолько насыщена метафизическими смыслами, что я даже просто не возьмусь, это нужно прочитать. В общем, вымышленные и реальные животные, которые все равно предстают как символы. Можно сказать, что автор создает как бы персональный бестиарий. Он говорит о том, в начале в первой главе начинается встреча с белкой. Просто он вышел нарубить дров и встретил по дороге белку. Эта белка наталкивает его на размышления. и он вспоминает какие-то свои предыдущие встречи с белками, какие-то произвольные ассоциации, которые у него возникают. Я пошел дальше, я процитирую, размышляя, что бы такая встреча могла означать, символом чего могла быть белка. Единственная белка, какая пришла мне в голову, была Ратотоск. Согласно старшей Эдди, он говорит про исландский эпос средневековый, по приказанию Одина она снует по стволу предвечного ясеня и передает речи орла, гнездящегося в кроне дерева, змею, пребывающему под одним из трех корневищ. Ну и дальше он как бы разворачивает эту метафору, говорит о тоже тайных науках гностиков, представляющих животных как, конечно, в духе раннехристианского учения, как страсти, которые прилипают к душе человека, которые каждое животное как бы имеет свой набор черт характерных для него и они искажают, как бы накладываются на душу человека и передают ему свои черты. И говорит, что сродни таким представлениям средневековые бестиарии, где мы часто сталкиваемся с аллегорической интерпретацией животных. И в этом по сути нет ничего плохого. Как утверждал Климент Александрийский, видимое соотносится с невидимым, а следовательно ничто не мешает нам с пользой для себя усматривать в животных и даже в целой природе символы божественных дел, ибо Бог во всех вещах тварных и видимых на земле заключил какое-либо знание, касающееся вопросов духовных. И дальше от средневековых бестиариев он переходит к Умберто Эко, который в одном из своих эссе подытоживает ситуацию вокруг семиологической среды. Животные в средневековых бестиариях не говорят, а лишь выражают что-либо всеми собой, являясь знаками божественного языка. Животные становятся словами символического лексикона. И мне кажется, что так их и нужно воспринимать. Писатель создает свой авторский бестиарий и каждое из этих животных это слово в божественном мироздании, которое становится как символ, выражает некие понятия, феномены нашего мира, которые, конечно же, соотносятся с нашим человеческим миром. Что еще можно сказать? Ну да, и потом он возвращается к белке, и, в общем-то, все складывается в единое логичное целое. Здесь, наверное, еще можно сказать про контекст, в котором можно читать как раз этот конкретный бестиарий. Когда я думал о формулировке, которую можно использовать для быстрого пересказа прелести книги друзьям, я как раз подумал про то, что если вы пытались когда-нибудь подступаться к Хайдеггеру и понимали, что ваши копья ломаются, потому что вообще непонятно, что он пишет, то Пуцик может быть хорошей альтернативой Хайдеггеру. Есть целый ряд точек, по которым можно провести сравнение, потому что и в общем оба этих достопочтимых господина не очень-то жаловали город, не очень жаловали путешествия на поезде или на чем-то, что двигается быстрее, чем человек, прекрасно чувствовали себя в лесу. Вот недалеко этим утром мы с приятелем обсуждали их переписку Хайдеггера с Аренд, где он пишет ей «Ханна, давайте погуляем сегодня по полям». То есть самое романтическое в жизни Хайдеггера это прогулки по полям и лесам. и лучшие штуки, которые Хайдеггер мог писать, он писал, когда сам находился в хижине. И по-хорошему метафизика, с которой работает Пуцек, очень близко соотносится с источниками вдохновения для того же Хайдеггера, потому что они оба черпают много из античности и обращаются к ней как такой промокашки, через которую лучше бы смотреть на данную нам повседневность и видеть в ней что-то более привлекательное, чем то, что явлено в обычной суетной жизни. В общем, это лишь одно из направлений, в котором можно прочитывать Пуцека. Я лично хотел бы его рекомендовать как замену Хайдеггеру, но возможно, что в вашей жизни нет пространства или нет необходимости читать Хайдеггера. В таком варианте есть еще удивительное совпадение, которое мы сегодня обсуждали, что несмотря на такой достаточно консервативный характер автора и намеренно усложненный, намеренно архаизированный язык, и как будто бы такую попытку отступить в письмо времен даже, наверное, до Нового времени, когда еще не было разлепления естественных гуманитарных наук, несмотря на эту намеренную архаизацию, Пуцик в то же время очень круто соотносится с более широким контекстом, который существует в современной антропологии. В общем, здесь просто обозначу еще несколько вешек, которые могут помочь Пуцику приобрести или от него, наоборот, дальше перейти. Не так давно на русском языке вышел сборник эсэх Ю Раффлза, американского антрополога под названием «Инсектопедия». И, в общем, этот сборник одновременно собирает в себе множество точек критики современной гуманитарной науки, потому что какого черта антрополог, занимающийся гуманитарными науками, пишет книжку про насекомых? Ведь есть энтомологи, которые пишут книжки про насекомых. Кто дал право антропологу, работающему с людьми, говорить о насекомых? Тем не менее, Раффлз, выстраивая как раз этот сборник эссе, рассказывает отдельные истории отдельных видов насекомых ровно для того, чтобы через них вернуться к каким-то большим проблемам, касающимся экологического кризиса в Южной Америке. Там, проблему, проблему нарушения экосистемы в городах типа Денвера и так далее, и так далее. То есть он использует намеренно маленькую фигуру из микромира для того, чтобы развернуть нас в мир социальный. И это довольно мощная тенденция, которая сейчас существует вот в этой пограничной зоне между художественной литературой и гуманитарной научной литературой. И довольно странным образом Вуцек, явно не имея этого в виду, и не то чтобы отслеживая какие-то глобальные тренды, потому что это человек, который намеренно отсекает себя от них. Тем не менее, он очень здорово сочетается с намеренно модной современной антропологией, в которой та же Анна Левенхауптзин пишет историю гриба. И это книга, которая просто рассказывает историю гриба. И это тоже антропологическая работа. То есть странным образом он, отступая в пространство старой эссеистики, такой домодерной эссеистики, он оказывается в контексте более передовом. Но еще можно убрать Хайдегера, можно убрать антропологию и просто читать «17 животных» как очень прихотливо собранный сборник эссе с блистательным тяжелым языком, который как раз силами Ольги звучит по-русски, а не по-польски-русски. Спасибо. Да, что касается языка, конечно, непросто было работать над книгой. Предложения бывают очень длинными, очень прихотливыми, слова часто вплетаются архаизмы, но несмотря на это как бы иногда там проглядывает Аристотель, мне кажется, такие какие-то логические, выстроенные, какие-то умозаключения такие характерные именно для философского языка. Иногда туда вплетаются какие-то почти диалектные такие деревенские слова, архаизмы. Все это, конечно, нужно было передать, и прежде всего нужно было передать эту неторопливость повествования, потому что именно благодаря поэтому мы имеем возможность как бы войти в это, взглянуть его глазами, сфокусироваться так, как он. Если бы мы хотели, невозможно пробежать так вот просто, можно там только фамилии каких-то философов увидеть, да, и все, и больше ничего. Это действительно книга для вдумчивого чтения, но несмотря на архаичный язык, конечно, это недонаучное сознание, перед нами это сознательный синтез, то, о чем говорил Дмитрий. Я бы здесь еще сказала, что прежде чем мне в руки попалась эта книга, я купила себе там несколько тоже книжек других авторов западных, переведенных на польский язык, я читала их по-польски, и мне тоже так где-то краем уха услышала понятие геопоэтика в связи с другим польским писателем, с Мариушем Вильком, он об этом упоминал, да, он тоже. Воспевание Земли, как бы гуманистическая альтернатива геополитике, не геополитика, а геопоэтика, понятие, которое появилось еще в 90-е годы, веденное, как считается, Кеннетом Уайтом, хотя, как все действительно существенные явления нашего мира, они возникают здесь и там и в разных местах одновременно, так что это что-то в воздухе возникло в нашей, в атмосфере Земли. и мне кажется, что Пуцик, он никогда мне не говорил и, мне кажется, нигде не писал о геопоэтике, но, мне кажется, это автор именно этого, именно этого, ну, я не знаю, это направление, по-моему, не называют, но это как бы вот... Да, извините, я сказал, что в русской литературе как будто бы это еще не выделено как какое-то отдельное направление. Мне кажется, что направление это не называют нигде, но просто спонтанно возникают книги совершенно разных авторов разных стран, которые демонстрируют именно такой как бы антропологический взгляд на на явления, на первый взгляд, не связанные непосредственно с человеком и одновременно трепетное отношение к миру природы. Без этого никак. Это не сухие философские рассуждения, это как бы очень любовное отношение к тому миру природы, в котором он живет. Если вы позволите, я процитирую здесь фрагмент о доме. Была уже весна, вне всяких сомнений, потому что несколько дней назад я видел оплодотворенную самку земного шмеля, которая в моем запущенном саду искала подходящую норку для гнезда. Была весна, но пока еще холодная. Приняв душ, я поспешно вошел в теплую кухню, чтобы там вытереться и одеться. Проходя из кухни в избу, где оставил брюки, увидел на полу шнурок и сукаризной подумал, что моя небрежность начинает переходить разумные границы. Устыдившись, поднял шнурок, а тот пошевелился, что, конечно же, привело меня в изумление. К счастью, хотя на носу не было очков, уже через мгновение я определил, что принял за шнурок молодого пятнадцатисантиметрового желтопузика. Я положил шнурка на место, в котором ему угодно было лежать, обошел его и стал размышлять, хорошо ли это, что разная животина так запросто слоняется по моему дому. В рассуждениях этих я учел трех полевок, которых несколько дней назад застрелил из воздушки, чтобы положить конец убыткам, которые они чинили на кухне, а также синицу, что как-то в ноябре разбудило меня, трепыхаясь прямо над головой. И я с удивлением подумал тогда, что в преддверии зимы есть еще такие большие и шумные мотыльки. Я быстро пришел к заключению, что весь этот маленький зверинец влезает в избушку потому, что я все еще не провел запланированных ремонтных работ, а не провел я их из-за отсутствия свободной наличности. Тем временем шнурок заполз под лежащий на полу матрац, на котором еще не так давно спал лабрадор, и впал в блаженное оцепенение. Только хвостик торчал. Это меня обеспокоило, потому что в данное время года я хожу в тяжелых сабо, и наступи я на него, греха не миновать. Тогда я решил вынести шнурка в мой сад камней, где несколько лет тому назад заправляла медянка обыкновенная. Но было еще действительно холодно, поэтому я временно арестовал его и поместил в пластмассовый контейнер для бутербродов. Желтопузик вел себя так, будто ему было все равно, хотя принял форму буквы Л, что могло означать любовь, то есть в данном случае благодарность, что я не делаю из мухи слона. Ну, и так далее. В общем, такие истории из жизни. Да, но вот при этом как раз в главе про бизона мы покидаем совершенно пределы дома, и это просто большое историческое эссе, которое начинается вообще как реферативная работа с описания того, как впервые, кто и когда впервые описал бизонов. После чего он начинает просто рассказывать про экспедицию, которая впервые встретилась с бизонами, и ты на время полностью отрываешься от конкретной хижины, и таким образом ты, как читатель, переключаешься между очень разными пространствами. То есть это далеко не все время мы находимся в пространстве, которое, не знаю, советскому читателю вытоптал и затоптал Пришвин. Мы из него регулярно сбегаем. Но это тоже не случайно, на самом деле это несколько автобиографический момент, потому что нет, он в Америку не ездил, там на бизонов не смотрел. Просто он, будучи мальчиком, интересовался индейцами и много читал про них. И даже, ладно, не буду врать, писал он про них или нет. Ну, в общем, тут вот такое свое мальчишеское увлечение он в этой главе тоже вылил на страницы. Да, он пишет об экспедиции, да, Коронаре это в этой главе? Да, 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 Вот, записанное его хроникером Кастанедой. Это не Карлос, это другой. Не тот Кастанеда, да. Ну, в общем, это, конечно, только повод для того, чтобы поразмышлять о человеческой судьбе и отношении к судьбе. Что еще мы хотели сказать? Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Да, 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 да. Ну, я не знаю, интересно про это. Да, про это интересно, да. Моя идея. Ну, нет, ну, издательство заказало. Ну, мне книжка сразу понравилась. Знаете, она просто вот, я открыла первую, на первой странице, она посвящается прабабушке писателя, которая была укринкой по происхождению. Ну, и вместо предисловия, послушайте, вот такие строки, мне кажется, они очаруют любого. Я просто после этого решила, что беру. Вместо предисловия. Сказать ли мне что-нибудь в предисловии? Пожалуй, нет. Жажду лишь принести в жертву Нотр-Дам де Сутер, запах мотылька, лепесток незабудки и шелест маленькой ящерицы, скользящей по стебельку травы. Нотр-Дам де Сутер это Богоматерь подземная, это один из канонов католической иконы Божьей Матери. И, как мы уже сказали, в некоторых местах это такие типично философские, китологические рассуждения, в некоторых местах это описание биологических процессов, тоже довольно сухие, но очень часто это такая поэзия, которая заставляет просто затаить дыхание и наслаждаться текстом. Да, мы просто открываем тогда пространство для вопросов. Сейчас я к вам приду. Мне кажется, Роберт Пуцик нашел свой золотой ключик «Удивить значит победить». Вот. И хотелось бы у вас спросить, что означает, допустим, в его философском плане муравей? Муравей? Я не помню, что там пчелы появлялись, а муравьи, мне кажется, нет. на его карте не появляются. Ну, видимо, пока, да. Пока, да, но вообще... Пауки были. Вообще, в отношении пауков наверняка муравьи могли появиться, но... Не, мне кажется, они бы в отношении пчел скорее появились. Есть глава о любви. О любви пчел, по-моему, она называется. Это, в общем-то, мне сложно за Пуцака отвечать, да, как бы я совершенно могу говорить о его книге, но не чувствую себя компетентной говорить о его философской картине мира, но только опираясь на текст. Ну, вот, например, глава о пчелах, мне кажется, это о коллективном сознании вообще, потому что рой пчел, он как бы приводит, он не сам это придумывает, он приводит разные источники. Рой пчел описывается как единый организм, в котором, как бы, единый организм, обладающий единым сознанием. Это очень интересный взгляд. В этом плане, наверное, муравьи сюда ближе всего, но они в книге не появляются. Да, еще про одну вещь мы не сказали. где, в каком месте? Это опосредованное упоминание муравьев, мне кажется, но это как раз глава любви пчел. Я не ошиблась. И он говорит, рассказывая про пчел, он прыгает от Кеплера к Аристотелю, от Аристотеля прыгает вообще еще непонятно к кому, а потом говорит, ну вот, в эзотерических практиках есть переживания коллективной сакральной любви, ну вот пчелы, они, в общем-то, занимаются эзотерическими практиками. Но вот здесь есть момент, где он цитирует, спорит с Миттерлинком, беспокойство фламандского писателя можно понять. Наблюдая за поведением общественных перепончатых крылых, любой впечатлительный человек провел бы аналогию со своим социумом. Хотя до сих пор коллективизм в европейской культуре показывал себя как, догадайтесь, естественно, болезненная форма сосуществования, то, согласно прогнозам оккультных наук, он ждет всех нас в будущем, когда человечество вернется к кастовой системе. В скобочках. Сегодня открыты практикуемые лишь отдельными видами насекомых да некоторыми индусами. Ну, с натяжкой на муравьи. Я забыла сказать еще одну вещь. Это загадка про 17 животных. Почему 17? И действительно ли их столько? На самом деле это не так. Глав в книге 16. А животных намного больше, потому что там появляются и змеи, и разные другие не упоминающиеся в названиях глав животные. Сам автор в заключении предваряет недоумение читателя, то есть еще не закончив книгу, он говорит, забавнее всего, что в книжице этой в определенном смысле нет 17 животных. Их одновременно и меньше, поскольку посвященных им глав всего 16 и больше, потому что в этих 16 главах появляются и прочие животные, их виды или роды в роли, так сказать, актеров второго плана. Такая неточность вполне уместна и напоминает пустые места она в древнекитайских картинах тушью, ибо не стоит стремиться ни к излишней связности, тогда легко споткнуться о разобщенность, ни к божественному совершенству, если только мы не хотим стать посмешищем. Чтобы усугубить так называемое несовершенство, в заключении я упомяну о 17-м животном и посвящу ему таким образом что-то вроде отдельной главы. «Когда в Уолдине Генри Дэвид Торо пишет «Кто знает, какая 17-летняя саранча может вылезти из земли?» Это цитата. Действительно, пользуясь при этом словом локуст, то он имеет в виду не саранчу, насекомое прямокрылое, а цикаду, полужесткокрылое, а точнее цикада «Септемдецим». Я даже не знаю, как это. Ну, латинское, понятно, название. Так его, кажется, называл сам Линей. Цикады выходят из яиц, отложенных самками в наземных частях растений. Ну, здесь он в своем духе. Затем личинки падают на землю, закапываются и многие годы ведут подземную жизнь, размышляя и слагая песни, которые им позволено будет спеть лишь на 17-е лето, когда нимфы пройдут преображения. 17 лет? Много это или мало? Столько продлилась несравненная эра Генроку, закончившаяся весной 1704-го. Во вступительном слове к польскому изданию путевых дневников кисти Мацуо-Басё Агнешка Жулавская Таумеда написала, что в те годы произошел неожиданный расцвет мещанской культуры. Цитата «Развивались города, обогащались мещане, которые, согласно принципу инь-ян, основанному на даотской философии Сюси-Гаку, во всем находили гармонию противоположностей и с юмором лавировали между страстью и долгом, между добросовестной работой и запретными плодами жизни». Конец цитаты. Другими словами, в течение времени необходимого нашей цикаде для завершения личиночной стадии развития расцвели философия и экономика, литературная, художественная и общественная жизнь от Асаки до Киота и Эдо. Как можно сравнивать эти достижения? Порой ломаю я голову. Причем 17 заглавных животных, 17 букв, составляющих латинское название 17-летней цикады, 17 слогов, образующих хайку, которая во время 17-летней эрыген генроку, замечательный Мацио Басё поднял до ранга литературного жанра. Все это случайные гематрии, не заслуживающие большого внимания. Друзья, есть ли еще вопросы? Я бы очень хотела посмотрим, насколько это будет востребовано. Вообще, да, последняя книга Пуцака «Сонник бабочек и мотыльков», сценник темы мотыльевы в оригинале, получила буквально на днях литературную премию польскую награда «Планета Изабелин». Какая-то литературная награда. В общем, я думаю, что, наверное, издательства обратят внимание, уже обратили внимание на эту книгу и, наверное, захотят тоже ее перевод получить. Так что, я бы, конечно, с удовольствием взялась, когда уже переводишь одного автора, то учишься его языку и дальше работать намного приятнее и проще. И как раз можно поддержать возможный выбор издательства, купив книгу «17 животных», которая по благоприятному стечению обстоятельств и гематрии, ладно, не буду упоминать, стоит всего 200 рублей. И можно купить на стенде издательства и купить здесь. И, мне кажется, будет вообще классно, если вы возьмете книжку подписать у Ольги, потому что, в общем-то, Пуцак говорит по-русски, потому что Ольга позволяет ему говорить, а не потому, что он сам весь у себя такой красивый. Спасибо. Я краснею? Нет, нет. У вас был вопрос. Для кого эта книга и какой порог вхождения? Что нужно прочитать, что нужно знать, чтобы приступить к этой книге? Тут написано 16+. Необязательно читать всех тех ребят, на которых он ссылается, потому что он как раз на них ссылается. Он их цитирует, он не переводит фамилии через запятую, поэтому, мне кажется, она доступна. Конечно, если вы знаете авторов, которые он цитирует, то за этим будет для вас стоять больше, чем непосредственно эти цитаты, но мне кажется, ну, я не знаю, каким надо было быть человеком, чтобы прочитать именно все то, что он прочитал, а не что-то другое именно эти, потому что там, ну, цитаты действительно, например, там из китайского романа, я уж не помню, какой эпохи, под названием «Сон в красном тереме». Вот знаете, вот Дэвид Линч, например, его читал, это видно, потому что он в своем, как называется этот сериал? Да, в «Твинпикси» использовал, он, в общем-то, этот образ, он оттуда взял из этого романа. Вот, например, такая ссылка, но, как бы, мне кажется, не всем известен этот источник, но вполне возможно обойтись без каких-то специальных знаний, просто, если вы любите размышлять, можно отдать себя в руки этому, этой линии размышлений автора и идти за ним и просто наслаждаться. Ну, да, то есть, можно было бы сказать, что лучший способ тебе должно быть в 60-е, ты должен жить в хижине, а потом переехать в Варшаву, и тогда эта книга для тебя. Не, 16+, это вот интересно, это из-за улиток или из-за чего это? Ну, так, действительно, книга «Порок вхождения» это просто более-менее пристальное внимание. Он в каком-то фрагменте пишет, что там одиночество для него ценно временем напряженного внимания. И вот если вы готовы уделить сколько-то напряженное внимание тексту, тогда все супер, можно легко брать эту книгу. Если хочется просто мазнуть взглядом, ну, тогда не очень. Но в букмейте ее, может быть, не очень удобно читать. И вот с экрана точно. Потому что... Не надо, да, я с экрана читала первый раз. Мне PDF прислали. Тут все равно другой режим. Это переводческий режим. Нет, конечно, держать. Я понимаю, это реклама, да. Покупайте книги, их очень приятно в руках держать. У них красивая обложечка. Очень маленькие, очень маленькие. Это кашалот на обложке, наверное, в честь одной из глав. про любопытство. Ну, если есть еще какие-то вопросы, то класс, если нет, то тоже хорошо. Общались вообще. Ну, я, в смысле, общалась. Да. Ну, можно я не буду? Нет, ну, мои впечатления от автора. Я вам хочу сказать, что как бы вот мое первое вообще впечатление, когда я познакомилась с первым писателем в моей жизни, я была в шоке, насколько как бы у меня был образ писателя. знаете, вот маленький принц какой-то такой романтичный, такой совершенно с голубыми задумчивыми глазами, устремленными вверх. Ну, это, конечно, не так. Все люди люди. И как бы я даже не знаю. Мне кажется, что человек в книге это совсем не то, что человек в реальной жизни. То есть мне кажется, это как бы не настолько существенно, как как он контактирует с другими людьми и как он представляется кому-то. Главное, что он вкладывает в свою душу все то, что есть лучшего в свои книги. Поэтому как бы я не знаю. Мои впечатления, мне кажется, здесь несущественны. Ничего не говорят о его творчестве. Ну, тогда мы, видимо, заканчиваем. Спасибо вам большое. Спасибо.